Даниэл Альварадо, Хуан Карлос Гарсия, Мими Лассо, Хуан Карлос и Манкос, Розалинда Серфати, Федро Лопес и Хавьер Видал в фильме «Замуж за миллионера». Вот так. Боже, за это же можно расстаться жизнью. Но я заберу всё. Я всё возьму. В чём дело? Не знаю, кажется, заперта изнутри. Ну так выбей её. Здесь кто-то был. Что это? Стула здесь не было. Шкатулка. Шкатулка. Ты видишь, что произошло? Сюда проникли и обворовали нас. Да, здесь кто-то побывал. Здесь кто-то был и обворовал нас. Эта женщина вечно жива, и она знала о моём прошлом, о моей семье, обо мне. Кто бы ни забрал содержимое шкатулки, мы в его руках. Я в его руках. Я! Мама, я пытаюсь помочь тебе. Помочь мне как? Знаешь, почему я спросил об этом у Энрике? Не чтобы копаться в твоей жизни или как-то прижать тебя. Я хочу тебя защитить. И как ты меня защитишь, прогнав Энрике с работы? Мам, ради бога. Ну как ты можешь думать такое обо мне? Каким человеком ты меня считаешь? Мама, если бы этим мужчиной оказался Энрике, я был бы спокойнее. Потому что, несмотря на разницу в возрасте между вами, я уверен, что Энрике не способен. Не способен на что? Использовать меня? Быть со мной из интереса? Потому что так думает твой отец. Скажи, как он может это сделать? Отец заблокировал мои кредитки и обнулил общие счета. Как он поступил с тобой, когда ты женился на Мариане? Как мой любовник воспользуется мной? Мама, я имел в виду, что он может причинить тебе зло, посмеяться над твоими чувствами. А это, мама, это больнее, чем отнять деньги. Только поэтому я и спросил. Прости, Сэрхио, прости. Но я хочу, чтобы ты понял, что мне сейчас очень тяжело. Я знаю, мама. Я знаю. Я понимаю это. Обещай, что ты будешь доверять мне. Только если ты обещаешь, что будешь доверять мне. Хорошо. Пойдите. Разрешите. Привет, Едира. Едира? Что ты здесь делаешь? Ты что, не ушла с работы? Итак, Мариори, сейчас ты его увидишь. Именно так, так. Очень хорошо. Возьми ее за бедра. Двумя, двумя руками. Ни одной. Так, так. Нет, старик. Так нельзя. До каких пор я буду позволять этому олуху так обращаться с моей невестой? Друг, успокойся. Она не твоя невеста. Она профессиональная модель. Конечно, Гилья. Слушай, Рикардо. Ты должен поддержать ее. Если Мариори добьется успеха, это будет ваш общий успех. Посмотри, как он ее лапает. Друг, друг, не надо. Нам лучше уйти. Пойдем. Да, да, идите. Пойдите к стойке, выпейте что-нибудь. Пойдем. Но я не хочу, чтобы они так наглели. Привет. Привет, Гильхерма. Ксямара, что ты здесь делаешь? Принесла тебе вещи Анхелита, чтобы ты забрал его из колледжа, как мы и договорились. Мы ни о чем с тобой не договаривались. Боже мой, ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю. Анхелита и твой сын тоже. В конце недели я буду очень занята. И у меня нет денег, чтобы заплатить няньке. Так что позаботься о нем, вместо того, чтобы сторожить свою лохматую топ-модель. Посмотри, как он ее лапает. Гильхерма, ты потратил столько денег на психиатра, и посмотри, у тебя снова началось. Бедная девочка. Ты еще увидишь, на что способен Гильхерма, когда в нем просыпается ревность. Это была моя идея, мама. Если хотите, я уйду. Нет, Едира, подожди. Мама, это я поговорил с отцом и попросил его не увольнять Едиру. Мне кажется, несправедливым, что Едира останется без работы, потому что они разорвали отношения. Понимаешь? Смотри, Тереса, я хочу, чтобы ты знала. Я согласилась на это из нужды. Клянусь, я уйду при первой возможности, как только у меня будет куда уйти. Я знаю, эта ситуация неловкая и для меня, и для всех. Она будет работать секретаршей, Энрике моей. Серхио, я тебе благодарна за то, что ты для меня делаешь, но если Мария Тереса не согласна, я могу сегодня же уволиться. Я не хочу больше создавать проблем. Нет, нет. Я не хочу, чтобы по моей вине ты потеряла работу, но буду тебе благодарна, если ты будешь помнить о помощи, которую мы тебе оказываем, и не укусишь руку, которую тебе протягивают. Мам, подожди. Что с тобой? Почему ты такой? Старик, я кое-что знаю об этой женщине. О какой женщине ты говоришь? Что происходит вообще? Алисия Фуэнтес. Боже праведный, что ты знаешь? Говори, говори скорее. Я кое-что узнал, но не знаю, что делать с этой информацией. Вот держите, потому что я не знаю, что с этим делать. Я пришла. Дорогая, хорошо, что ты пришла. У меня для тебя новость. Что случилось? Бомба взорвалась? Кого-то похитили? Кто-то уволился? Нет, нет, дорогая, у меня новость о Густаво. А что с ним случилось? Я теперь терапевт. Терапевт? Терапевт. Какой терапевт? Мама. Да, это слово трудно выговорить. Но именно это, Густаво, я ей все объясню. Например, когда он хочет сказать «да», он моргает один раз. Один. Нет, два раза. Так вот, я ему говорю, а он мне отвечает. Такое чудо. А если он моргает три раза, это означает, возможно... До этого мы еще не дошли. Сейчас ты сама посмотришь. Наверное, это Макс, видимо, что-то принес. Густаво. Привет. Как ты, Марианна, можно мне войти? Мама, оставь все там. Мы потом продолжим разговор с ресницами. Это не Макс, это Алисия. Вижу, что ты ждала другого человека. Я сейчас приду, оставь все в комнате. Иди сюда. Что происходит, Марианна? Почему ты не хочешь, чтобы я вошла? Ты что-то от меня скрываешь? Что случилось, старик? К чему такая срочность? И что здесь делает этот тип? Это не важно. Главное, чтобы ты прочитал вот это. Я едва унес ноги от Алисии Фуэнтос. Это касается Марианны. Марианны. Откровенно говоря, я не понимаю, зачем ты сюда пришла. Я не хочу тебя видеть в моем доме. Мама, оставь все там, иди сюда. Что с тобой происходит? Почему ты нервничаешь? Дай мне пройти, я пришла поговорить с Энесс. Кто тебе сказал, что ты можешь сюда входить, как в свой дом? Мне нужно поговорить с Энесс, это важно. Так что оставь свои глупости и детские выходки. Так что, если позволишь, я позволить что? Ты надеялась здесь что-то найти? Что с тобой, Марианна? Алисия. Марианна, ты не знаешь, что мы с Алисией? Мы... Вы с Алисией? Нет. Вы с Алисией? Ничего. Понимаешь? Я не хочу видеть эту женщину в нашем доме. Хватит считать нас дурами. Я пойду, с вашего позволения. Старик, здесь написано, что Марианна дочь Алихандро. Это оригинальные документы, даты совпадают. А я всегда отрицал это. Спорил, а оказалось, что Марианна-то была права. Да. Как будто она это всегда знала. Дело в том, что Алисия способна на все, чтобы запутать ситуацию. И я попал бы и в ловушку. Не смог понять, что Алисия сфальсифицировала результат. Да, конечно, Алисия и Алисия были в то время вместе. И это могло сблизить его с Инесс. Все правильно. Инесс и Марианна могли ослабить ее влияние на Алихандро. Но как она подменила результаты? Этого мы не знаем. Однако правда в наших руках. Да, старик. Марианна это знала. Ее сердце говорило ей, что она дочь Алихандро. А я, как всегда, как всегда глуп и слеп. Я не поддержал ее. Не помог Марианне даже в этом. Алисия, уйди из моего дома. В чем дело, Марианна, дорогая? Ты сошла с ума? Мама, ради бога. Почему ты не расскажешь маме об истории с грузовиком? Как ты едва не толкнула меня под грузовик? Расскажи ей, Алисия. О чем вы говорите? Что это? Что ты говоришь, девочка? Ну так скажи. Ради бога, я не видела никакого грузовика. Я не понимаю, о чем речь. Сейчас я хочу только одного. Чтобы ты ушла из моего дома. И вот еще, что я тебя не боюсь. Я получу доказательства, и ты заплатишь за все, что ты мне сделала. А сейчас убирайся. Нас мне очень жаль, но я не знаю, что происходит с Марианной. Я правда не знаю. Вон из моего дома. Дорогая, объясни, что происходит. Потому что я схожу с ума. Я ничего не понимаю. Мама, я уверена, что Алисия Фуэнтес и есть человек, который хочет, чтобы я потеряла ребенка. Она виновата в смерти Саиды. в фонде, и она разорила Дона Алекандра. Я это знаю. Да ты сошла с ума. Густаво. Это Густаво. Боже, Густаво. Мама, я уверена, он стал таким из-за прихода Алисии. Ты права, Марианна. Во всем виновата она. Иногда я думаю, что потерял Марианну заслуженно. Потому что я тупой, голубый, взрывной человек. У меня такое чувство, что я никогда не понимал ее, никогда не говорил на ее языке. Серхио, Серхио, Серхио. Не продолжай, сынок, особенно если ты ничего не сделаешь. Если ты чувствуешь себя виноватым, чувствуешь, что совершил ошибку, то не понимай, в чем проблема. Найди Марианну, поговори с ней. Спасибо тебе, но это не так легко. Я думаю, назад хода нет. К тому же в мою жизнь уже вошла Виктория. Видишь? Нет у тебя жизни, сынок. Ты совершаешь ошибку за ошибкой. Откровенно говоря, я не знаю, как тебе это удается. Старик, это и есть информация, которую Вечно Живая хотела дать Алихандру в обмен за деньги. Совершенно верно. И это обвиняет Алисию Фуэнтес. Я уже позвонил в лабораторию. Они обещали сверечь этот результат с банком данных, который у них хранится. А ты давай думай, как ты поступишь, потому что Алихандра и Марианна имеют право знать правду. Все, Густаво, успокойтесь. Вы дышите глубоко. Мы здесь одни, она уже ушла. Успокойтесь, все в порядке. Ну, все, все, все. Выпей это водичка с сахаром. Не дай бог его, удар хватит. Успокойтесь, вот, выпейте это, я вам помогу. Давайте, Дон Густаво. Господи, не отнимай у меня жизни, чтобы я смог все исправить. Прости меня. Прости. Дай мне силы, чтобы я заговорил и помог им. Я не могу умереть, не сказав правду. Видишь, мама, я уверена, что Алисия имеет отношение к разорению Дона Алихандра. А как я могла не поверить ей, если в этом доме она горько плакала по Алихандру? Я пожертвовала любовью, которую испытываю к Алихандру, чтобы не вставать между ними. Мама, мы не только бедные, но и наивные. Мы верим всему, что бы нам ни сказали. Это просто удивительно. Но она все время была с Алихандрой, ходила с ним в полицию, была его доверенным лицом. Я не думала, что это так, Марьяна. Мама, мама, ну-ка, подержи. Густаво, успокойтесь. Ну, пожалуйста, сделайте усилия. Вы должны мне помочь. Помогите мне, хорошо? Ответьте мне, как вас учила мама. Алисия это сделала, да? Она пыталась убить вас. Вы такой из-за нее? Она виновата в разорении дона Алихандра. Это означает «да». Он говорит «да», Алисия виновата. Она разорила Алихандра. Да, мама. Что такое? Действительно. Сюда. Что случилось? Что? Что с этим парнем? Ревность, Дон Педро. Проклятая ревность. Постойте, что значит ревность? Что случилось? Рикарду пришлось врезать ему, чтобы вырубить, потому что этот глупец сорвал съемку рекламы. И знаешь почему? Потому что режиссер сказал модели обнять и поцеловать Мариури. Но это ужас какой-то. Мариури, где она? Он ворвался на площадку и начал всех избивать. Где Мариури, где она? Куда ты пойдешь? Успокойся. Оставайся там, успокойся. Оставайся там. Что случилось, старик? Я думал, ревностью болеют твои поклонницы из колледжа. Это было ужасно, Сергио. Пусть бы Мариури пригласили снова, но я чувствую, что ее больше в жизни не позовут. После того, что он устроил. Нет, нет, мне нужно, мне нужно найти Мариури. Я не оставлю ее с этими типами. Нет, сеньор, ты никуда не пойдешь. Пресвятая Богородица, с каким лицом я буду говорить теперь с этими людьми? Что мне им сказать? Я должен извиниться перед ними, но главное попросить прощения у девушки. Бедняга ушла домой в слезах. Да, да, ты знаешь, что должен сделать. Идем, Гилли, идем. Нет, я пойду один. Нет, сеньор, ты пойдешь со мной. Сначала извинишься перед людьми из агентства, а потом перед Мариури, так что пошли. Ну хорошо, только отпусти меня. Я не сумасшедшая, это не мои выдумки, мама. Эта женщина способна на все. Я уверена, что она пришла сказать тебе с наивным лицом, что это бред сумасшедшего. Но только я не сумасшедшая. И это не отклонение, вызванное беременностью. Ты должна верить мне, мама. Вот ты увидишь, все, как я сказала. Пресвятая Дева, как я могу быть такой тупой, такой глупой? Я же ей доверяла. Я пожертвовала собой, чтобы она смогла вернуть Алехандро. Чтобы она снова окрутила его. Ты меня любишь, Густаво? Да. Деньги Алехандро уже переведены с его счета на наши счета. Половина тебе, половина мне, правда? Ты представляешь, когда он войдет в компьютер и увидит фиктивные цифры, а на наших счетах реальные цифры, и они будут увеличиваться, увеличиваться. Алехандро должен остерегаться эту женщину. Алисия его не любит. Она покончила с ним. Покончила со мной. И теперь хочет покончить с вами. Нет, 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 не волнуйтесь. Все, 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 все. Успокойтесь, успокойтесь. Вот сладкая водичка. Это как раз для того, чтобы вы успокоились. Давайте попьем водичку. Я доверяла Алисе. Думала, что она моя подруга. Она подарила мне кресло, беговую дорожку, привела врача, который покупал мне лотерейные билеты. Почему ты мне об этом не сказала? Мама, ты должна была сказать мне, объяснить, что происходит. Я бы тебя предупредила. Кто эта женщина? Не ругай меня. У меня и без того голова идет кругом, и все болит. И потом я не могу рассказывать тебе о каждом своем шаге, объяснять каждый свой поступок. Да нет, дело не в этом, мама. Просто ты ангел. И ты не видишь в людях зло. Не можешь разгадать их злые намерения. Но я-то знаю, потому что получила от нее уже столько ударов. Ей это так не пройдет. Вы слишком добры. Вы даже ухаживаете за мной. Хотя я разорил Алихандро. Алисия толкнула меня на предательство. Каким я был глупцом. Дураком. Дорогая, мы скажем об этом Алихандро. Нет, мам, подожди, подожди. Давайте успокоимся. Не забывай, что дон Алихандро любил Алисию. Она много лет была его женщиной. И эта женщина очень опасна. К тому же она очень ловкая. Так что давай не будем торопиться. Послушай меня. Послушай меня хоть раз в жизни. Успокойся и ничего ему не говори. Пожалуйста, мам. Ради внука. Хорошо? Дочка, в чем дело? Ну, пожалуйста, поговори со мной. Ну, скажи, почему ты такая? Я не понимаю. Ты пришла такая растрепанная, возбужденная, как будто за тобой гнался бык. Я ничего не понимаю, Мариури. Ну, что происходит? Ну, почему ты мне не расскажешь? Ты же знаешь, что я больше, чем твоя мама. Я тебе подруга. У нас такие хорошие отношения. Ты мне всегда все рассказываешь. И, насколько я вижу, это никакая не шутка. Мариури, мне не нравится видеть тебя такой. Я могу рассказать, сеньора Росарио. Но сначала поговорю с Мариури. И не возражайте, пожалуйста. Мне нужно попросить у нее прощения. Боже, ну перестаньте волноваться. Успокойтесь. Не надо плакать. Вы серьезный человек. Вы сильный человек. К тому же, это вредит вашему выздоровлению. А вы должны поправиться, чтобы рассказать все, что вы знаете и держите в себе. Успокойтесь, иначе все лечение пойдет на осмарку. Не нужно так волноваться. Пожалуйста. Ну, давайте. Вот так. Он должен поправиться. Я поставила 80 свеч, поставила всем святым. И каждый день молюсь за его здоровье, потому что он должен поправиться. Должен и все рассказать. Спрячь его, Мариана. Это проходной двор. Ну, увези его. Замолчи. Это проходной двор. Ну, как можно так звонить? Ну, иду. Черт, это ты, Серхио? Разрешите? Мариана, дочка, пришел твой бывший. Серхио, я тебя попрошу не приставать к моей девочке. Не мучай ее, не расстраивай. Потому что нам сегодня досталось. Я не хочу, чтобы ребенок родился с отклонениями. И потом ты будешь говорить, что он не твой. Что ты хочешь, Серхио? Дать тебе это и попросить прощения. А точнее, попросить прощения у вас обеих. У тебя Инесс и у тебя Мариана. И не спрашивайте меня, почему. Ты держишь в руках правду. Альхандро Рейс, твой отец. Знаешь что, всякий раз, когда ты появляешься в этом доме, ты доводишь мою девочку до такого состояния. Ты посмотри на нее, какая она грустная, расстроенная. Она плачет. Ты можешь объяснить, почему она такая? Нет, я не оставлю вас наедине. Что здесь происходит, мать? Что за скандал? Этот, не знаю, как его назвать, бездушный. Посмотри, до чего он довел дочку. Ну хорошо, я признаю, это моя вина. Поэтому я пришел попросить прощения. Вы не оставляете меня наедине с ней. Но я все равно скажу, потому что я умираю от стыда. Мой медвежонок, прости меня. Прости меня, пожалуйста. Прости. Гильермо, встань. Прости меня за тот скандал, который я устроил на пляже. Встань, ну пожалуйста. Этого больше не повторится. Встань. Какой скандал? Мариори, это все моя ревность. Я не знаю, как ее обуздать. Ты же знаешь, я тебя люблю. Я не хочу тебя потерять, дорогая. Я не могу видеть, как другой мужчина целует тебя, смотрит на тебя, улыбается тебе. Этот тип, которого все называют моделью, смотрел на тебя. Как-то очень странно. Понимаешь? Мариори, что все это значит? Ты дурак? Ты что, не понял? Этот тип, который, по твоим словам, смотрел на меня, он гей. Ты этого не понял? Гей? Да. Этот тип? Да. Накачанный? Да, да, накачанный. И фотограф тоже? Да, модель и фотограф пара. Они оба геи. Ты что, вообще ничего не понимаешь? Ты не понимаешь, что означает для бедной девушки, что ее выбрали для съемки, в рекламе? Или ты думаешь, что это так легко? Ты думаешь, что это так просто? Или тебе это безразлично? Почему ты делаешь это мне? Почему? Дорогая, потому что я тебя люблю. Я люблю тебя, дорогая. Правда, поверь мне. Я скажу это при твоих родителях. Этого больше никогда не повторится. Я вам обещаю, я обещаю при твоих родителях, что этого больше не повторится. С тех пор, как вы мне сказали, чтобы я больше не приходил в этот дом, к этому добавилась еще и работа моделью, я не знаю, что мне делать. Мне нужно, чтобы мне помогли. Потому что я не хочу ее потерять. Я очень ее люблю. Алихандро? Алихандро Рейс, мой отец. Он мой отец. Это... Это говоришь мне ты, Сэрхио? Да, Мариана. Это подлинные результаты теста на ДНК, который вы сделали. Послушай, сынок, а как ты это... Только не спрашивайте, как. Главное, я получила. Это подлинные результаты, все совпадает. Мариана, ты и Алихандро, отец и дочь. Дорогая. Я это знала, мамочка, я знала, я знала, ты видишь? Я знала. Боже праведный. Я знала, что ты не будешь играть с такими святыми и важными для меня вещами, правда? Я всегда верила тебе. Даже когда сказали, что он не мой отец, я верила тебе, мой ангел. Я всегда тебе верила. Дочка. Я любила этого мужчину. Я любила Алихандро, дочка. Я его любила. Боже праведный, я это чувствовала, мама. Я чувствовала. Сердце говорило мне об этом, когда я его видела. Я его любила. Хоть нам и сказали, что он не может быть моим отцом. Дорогая, он тебя тоже любил. Вспомни, он всегда поддерживал тебя. Конечно, никакие лабораторные анализы не могут изменить, что человек чувствует. Пресвятая Богородица мне помогла. Она захотела, чтобы ты снова верила мне. Мне все говорили твои глаза, мама, твои слезы. Я всегда верила тебе, ангел мой. Правда, всегда становится явной. Всегда все раскрывается. Не важно, как это происходит, но между небом и землей ничего нельзя скрыть. Все раскрывается. Иногда самым неожиданным образом, дорогая. Правда? Ну, правда, Сергио? Правда. Ты вернул мне отца, Сергио. Алехандро Рейс. Алехандро Рейс, мой отец, спасибо. Спасибо, спасибо, несмотря ни на что. Спасибо, милый. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Все готово. Слава Богу. Перевели? Деньги уже переведены. Так что ты можешь рассчитаться с сотрудниками. Одной проблемой меньше. Игнасио. От всего сердца благодарен тебе. Говорю это искренне. Ты знаешь меня. Я знаю. На то и нужны друзья. Если бы не эта женщина, все было бы по-другому. Давай не будем говорить об этом. Договорились? Закрыли тему. Прости, но если бы ты не подарил акции моей компании Алиси Фуэнтес, сегодня ты был бы состоятельным человеком. Все было бы иначе. Сейчас мало что можно сделать, так что сменим тему. Давай не будем. Прошу тебя. Не надо. Алехандро. Я доказал тебе, что я твой друг. Пожалуйста, выслушай, что я должен сказать об этой женщине. Алиси Фуэнтес – плохой человек. Она дрянь. Поверь мне. Она ненавидит. Не только меня, но и тебя тоже. Раскрой глаза, Алехандро. Эта бумага стала для меня ударом. Я наконец понял, что ты – доказательство любви, о которой Инесс написала в своем дневнике. И ты не знаешь, как попросить прощения, правда? Но не беспокойся, сынок. Я тебя понимаю. Я хорошо понимаю, как тебя воспитали. Я понимаю, какой пример тебе давал отец. Чем он забивал тебе голову. И если в тебе что-то есть, хороший сынок, этим ты обязан своей маме, Марии Тересе, доброй и благородной женщине. Сэрхио, не думай, что мама тебя оскорбляет или унижает твоего отца. Ну, это правда, Сэрхио? Ты не умеешь думать сердцем. Ты доверяешь тому, что видишь, и не можешь рассуждать. Поэтому ты не поверил маме. И поэтому сейчас не веришь мне. Я тебе скажу одно, сынок. Правда, не то, что мы видим глазами. Бог не зря дал нам сердце. Он хотел, чтобы мы видели и с сердцем тоже. Сейчас мое сердце переполняет счастье и радость, потому что я прощаю тебя. Именно ты пришел и принес нам с дочерью это счастье. Я так тебе благодарна, что даже забыла о том, что произошло. Все забыла плохое. Сэрхио, я хочу знать. Где ты взял эти результаты? Кто тебе их дал? Скажи мне, Сэрхио, кто оказался способным играть с моей жизнью и моими чувствами? Кто оказался способным отказать мне в отце? В последнее время со мной многое произошло. Я понял всю степень ненависти. Которую испытывает Алисия Фоэнтос к нам, включая и тебя. Игнасио, пойми, мне очень тяжело слышать, что ты думаешь об Алисии. Пойми, я был с ней много лет и сохранил к ней красивые чувства. Хорошо, начнем с Вероникой. Вероника была человеком Алисии Фоэнтос. Она ей заплатила и приказала покончить со мной. Потом, потом пришла Едира. И хотя мне трудно об этом говорить, но Алисия платила и ей тоже, чтобы она закончила то, что начала Вероника. Едира? Она сама мне призналась. Она рассказала, какие у Алисии были планы по отношению ко мне. и теперь я знаю, на что способна эта женщина. Задай себе вопрос, Алисандро. Кто знал о твоих планах по инвестициям? Спроси себя об этом. Меня никто не переубедит, что за твоим разорением стоит Алисия Фоэнтос. Игносио, ради Бога, я могу понять, что Алисия против тебя. Но ты меня не убедишь, что Алисия и против меня тоже. Почему Алисия хочет навредить мне? Я ее знаю. Я знаю Алисию. Разрешите. Входи. Простите, я не знала, что вы не один. Я принесла проект сооружения на Ароби. Проходи, Едира. Спасибо. Если ты хоть чуточку ценишь меня, расскажи, Алисандро, что ты знаешь, об Алисии Фоэнтос. Пожалуйста. Боже, этот человек разорился по моей вине. Мне жаль, но я не могу вам сказать, как я получил эту бумагу. Почему, Серхи, если человек, который это провернул, не хотел, чтобы Алисандро и моя дочь узнали, но Мариана уже знает. Так в чем проблема? Сожалею, Алис, но это ради блага Марианы и ребенка. Вам лучше не знать деталей, поверьте. Потому что ты во мне сомневаешься, потому что не знаешь, что я могу сделать, как могу отреагировать после того, как ты скажешь мне правду. Дело не в этом, Мариана. Пойми, я хочу защитить тебя. Защитить меня? Да. Отчего? Сомневаясь во мне, женатым на другой. Мариана... Нет, нет, Серхио, спасибо тебе за все. Мне очень жаль, что тебе пришлось прийти сюда, переступить через свое недоверие и думать, что это только начало. Я уверена, что скоро раскроется вся ложь, которой тебе забили голову, которая нас разлучила и заставила тебя отказаться от своего ребенка, Серхио. Я... Я работала на Алисию Фуэнтес. В течение долгого времени я была... Как бы это сказать, чтобы звучало поприличнее ее служащей. Как Алисия могла так нас обманывать? Прости, Эдиро, я не хочу оскорбить тебя или унизить, но как девушка, такая, как ты, согласилась продавать свое тело, свое обаяние, чтобы обмануть Игнасию. Чего Алисия хотела добиться этим? Я сделала это и плачу за это очень дорого, Дон Алекандро, поверьте мне. И также я знаю, что у меня нет оправдания, потому что я согласилась на эту работу. У человека всегда есть выбор. Но чего ты добивалась, вредя Игнасию? На что был рассчитан этот дурацкий план Алисии? Как мне осознать, что Алисия стояла за мошенничеством, которое меня разорило? Как вы заставите меня понять это? Как? Я не понимаю! Я не могу тебе этого сказать, потому что Алисия убьет меня. Дон Алекандро, я могу сказать вам только одно. Да. Алисия Фуэнтес не такая, как вы думаете. Берегитесь ее. Берегитесь. Алисия Фуэнтес Мариана, пожалуйста, не нужно так со мной. Я говорила тебе это тысячу раз, Сэрхио. Дочка, не нужно. У нас такая большая радость. Нет, сейчас подходящий момент. Я хочу сказать, Сэрхио, чтобы ты готовился, потому что скоро ты будешь просить у меня прощения, что сомневался во мне. Сомневался, что ребенок, которого я жду от тебя. Я признал, что этот ребенок может быть моим. И если у тебя такое мудрое сердце, Мариана, в отличие от моего глупого, неспособного видеть дальше того, что видят глаза, ты должна знать, что я больше всего в жизни хотел бы стереть то, что я увидел в тот вечер между тобой и Максом. и ты не можешь отрицать, Мариана, что я очень хотел быть отцом твоих детей. Это правда, дорогая правда. И из-за твоих и моих сомнений между нами сейчас пропасть. и я признаю, признаю, что я не вправе делить с вами эту радость, так что лучше я пойду. Еще раз прошу вас обеих простить меня. С вашего позволения. Мальта. Почему ты еще здесь? это не твое место. Игнасио, ты хотел отомстить мне, заставив говорить с Доном Алехандро. Тебе так плохо. Едира, я не хочу быть грубым с тобой. я не хочу причинить тебе зло, хотя большее зло, чем ты причинила себе сама, своими поступками, невозможно причинить. Ты поговорила с Алехандро, сказала ему все, что должна была сказать об Алисии, верно? Да. Хорошо. Тогда нам больше не о чем говорить. Так что, пожалуйста, выйди отсюда. Игнасио, нам больше не о чем говорить. Игнасио, нам нужно о многом поговорить и многое объяснить. Я бы хотела, чтобы ты простил меня, чтобы ты мог проникнуть в мое сердце, потому что только так ты можешь узнать, как я люблю тебя. Пожалуйста, Игнасио, услышь сам себя. Никогда больше не говори так. Ты никого не любишь. Ты не понимаешь, что ты больше никогда не сможешь быть моей возлюбленной, женщиной, которая возвращала меня к жизни. Ты Едира. я смотрю на тебя. Я вижу пешку. Вижу пешку Алисии Фуэнтес, которая играет, чтобы покончить со мной и с моей семьей. Так что, пожалуйста, иди и скажи Алисии, чтобы она тебе заплатила. Ты сделала очень хорошую работу. Ты оказалась очень талантливой. Мне плохо, как ты говоришь. мне плохо. Скажи своей начальнице, что ты справилась с поставленной задачей, причем за более короткое время. Очень хорошо. А также скажи, что благодаря твоим стараниям ей удалось разрушить меня изнутри. прости меня, Начи, прости. Удар был точен, Едира. Так что, спасибо. Нет. Спасибо, потому что теперь я возьму бразды правления в свои руки. Марианна уже не просто помеха, она становится очень опасной. Она у меня уже вот здесь. куколка моя, иди сюда, я тебя не видела с тех пор, как... с тех пор, как заперла меня здесь, чтобы я не помешала разобраться с Марианной. Дорогая, ты не знаешь... Мама, я еще не поправилась. Ты не знаешь, как я страдала, думая, что ты умрешь. Да, да, я знаю. Скажи, кто тебя просил броситься под пулю? Ты не знаешь, что эта пуля предназначалась этой мерзавки Марианне? Да, мама, успокойся. Я хочу, чтобы ты мне поклялась, что ты больше ничего не предпримешь против жизни Марианны. Я не могу в этом поклясться, потому что Марианна мешает моей мести. Мой визит связан с историей твоей мести, мама. Мне нужно, нужно все знать. Я хочу, чтобы ты рассказала о моем прошлом, моей истории. Нет. Человек, забравший бумаги, который хранила вечно живая, не мог найти тебя. Ты не можешь знать, что ты не моя дочь, Виктория. Принцесса, выслушай меня. Пожалуйста, выслушай. Я ничего не понимаю, потому что мы живем во лжи. То одна ложь, то другая. Скажу честно, я не знал, что делать, когда Серхио спросил меня, кто твой любовник. Я тебя понимаю, Энрике, правда понимаю, поверь мне. Просто я никогда не думала, что Серхио спросит тебя, устроит допрос. Я думала, он будет уважать мое решение. Но если бы ты не пришла, я бы сказал Серхио всю правду. Дело в том, что сейчас на Серхио очень влияет Игнасио. Я его попросила, чтобы он уважал мое решение, потому что я хочу сделать все по-моему. Хочу сначала получить развод. Сказала, что пока не хочу раскрывать имя мужчины, в которого я влюблена, потому что так будет лучше для всех. Да, дорогая, да. Но я-то больше не могу так. Сама подумай. Я работаю в компании, которой руководит твой муж. И не только это. Ведь твой сын, Серхио, он не просто твой сын, а он мой лучший друг. Мой самый лучший друг. Ну ладно, хватит. Но не нужно так. Мне плохо, понимаешь? Зачем, Виктория? Что ты хочешь узнать о своем прошлом? Тебе что-то сказали? Что происходит? Что? Мне нужно знать мои корни. Что значит твои корни? Да, мама, мне нужно знать историю моей бабушки Анны Марии Фуэнтес. Что ты хочешь знать о моей маме, Виктория? Зачем? Я не понимаю. Потому что ты можешь быть единственным потомком по крови старика Хосе Игнасио Мартинеса, его единственной родной дочерью. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2006 году. Субтитры создавал DimaTorzok